Тут довольно много разных протоколов Давайте посмотрим на протокол последний уменьшающий Для этого протокола нужно меньше разрезов Не n в кубе, а n в квадрате примерно Зато нужно заранее знать, сколько людей участвует То есть все, кто участвует в Дириже, должны с самого начала прийти Этот протокол устроен таким образом Вот есть шоколадка или пирог Первый участник отрезает от нее одну n-ую со своей точки зрения Пока что давайте рассмотрим случай, когда все честные То есть их попросили одну n-ую отрезать, а они вот одну n-ую отрезают Значит, вот отрезает одну n-ую со своей точки зрения И вот эту часть передает второму Да, Борис Валена отрезала одну n-ую и призывала Борису Значит, Борис может сделать две вещи Либо Борис может сказать, что... Нет, это кусок плохой, это меньше, чем одна n-ую со своей точки зрения, он его передаст дальше Значит, либо он скажет, что он хороший, то есть больше не брает одну n-ую И если больше одной n-ой, то обрежет до одной n-ой Да, значит, вот здесь вот, да, значит, это Алёна отрезала дальше Борис либо передает дальше, либо передает дальше, либо обрезает до одной n-ой со своей точки зрения Ну и все равно передает дальше Виктору Значит, в любом из этих случаев Он передает Виктору Виктор делает то же самое Виктор делает либо обрезку до одной n-ой со своей точки зрения, либо передает дальше Галинка И так далее Значит, пока не дойдет до самого последнего Якова А Яков, соответственно, что делает? Яков может сказать, что может отказаться, да, он же не может передать дальше, он может отказаться Он может передать... А Лёне может передать... Нет, Лёне все передасталёт и все зациклится Ну, правильно, да, правильно. Конечно, вы уже по названию догадались. Соответственно, последний либо соглашается этих кусков забирает себе, либо отказывается. Если он отказался, то тогда кусок получает тот, кто обрезан его самым последним. Значит, вот до Якова дело дошло. Значит, Яков либо берет тот кусок, который к нему пришел, либо отказывается. И тогда кусок получает тот, кто последним его обрезан. Яков либо берет кусок, который к нему пришел, либо отказывается. И тогда кусок достается как раз как из названия следует, да. Кусок достается последнему, кто уменьшит. Кусок достается последнему, уменьшившему. И это все только первая стадия. Значит, после этого все, кроме итогов обрезанного куска, собирается обратно в один торт и спускается сначала. Ну, теперь уже и Алена будет обрезать одну и минус первую со своей точки зрения, передавать дальше и так далее. Кроме того, кто уже забрался кусок. Вот, значит, ну отсюда видно уже, да, то есть тут проще понять, какое число разрезов, потому что каждый раз в худшем случае, он просто каждый раз будет обрезаться, и тогда будет там, ну, n минус один, наверное, да, потому что якобы точно ничего не обрезают, а все остальные будут обрезать. Значит, соответственно, будет в худшем случае n минус один плюс n минус два плюс так далее, там, плюс один. Разрезы. Ну, это уж, наверное, все знают, чего равна такая сумма. Ну, это в квадрате прям где-то. Ну, там, n минус один на n, да, зеленый на n. Ну, в общем, это арифметическая прогрессия, но все эти минус один нас не сильно интересуют. Нас интересует порядок роста. В общем, это пример, значит, в квадрате пополам. А, в принципе, даже пополам, если интересно, интересует квадрат. А квадраты значительно меньше, чем в кубах. Хорошо. Надо еще сказать, почему будет пропорциональность и почему, возможно, зависть. Почему пропорциональность? Почему каждый считает, что ему досталось хотя бы 1 n от всего пирога? Да? Да, да, конечно, каждый отрезал роста 1 n. Своей точки зрения, и раз уж он получил, раз уж он получил кусок, то, значит, для него роста 1 n. Ну, это логика для самого первого, для того, кто получил кусок на первой стадии. А что дальше? Что для дальнейших? Но дело в том, что тот, кто не получил кусок на первой стадии, он либо от него отказался, передал дальше, значит, для него это меньше, чем 1 n. А когда я потом обрезал, еще меньше получится. Поэтому, соответственно, после первой стадии получилось больше, чем n-1 n. Значит, а дальше 1 n-1 n-1, это как раз 1 n. Значит, у него получится хотя бы вот столько, вот хотя бы вот столько, то есть больше всего чем столько, умноженное на больше всего чем столько, это больше всего чем столько. Вот. Значит, либо он отказался от этого дальше, либо он обрезал раньше. Но раз он обрезал раньше или она обрезала раньше, значит, он или она обрезал до одной n, со своей точки зрения, а дальше еще больше обрезали, и тоже итоговый кусок меньше, чем одна n. Да, в общем, в итоге итоговый кусок, который достался на первой стадии, ровно одна n с точки зрения того, кто его получил, если только не Якова. У Якова есть шанс получить больше, чем одна n, если к нему в итоге пришел кусок больше, чем одна n. То, что обрезали, потом все собирается обратно и делится уже на одну из одного участника. Значит, соответственно, у Якова есть шанс получить больше, чем одна n на первом шаге. Все остальные, если получают кусок, то получают ровно одна n, а если не получают усы, то очень зрение кусок не больше, чем одна n. Поэтому после первого шага оставить хотя бы вот столько. Ну, а дальше по индукции. По индукции будет хотя бы одна n-1. Множить их хотя бы вот столько, значит, будет хотя бы одна n. Ну что, понятно это рассуждение? А что с завистью? Кто кому завидовать может? Да? Наверное, то, что у Якова может казаться больше, чем одна n. А по индукции будут такие же предпочтения, то ему будет казаться, что у Якова больше. Вот на самом деле как раз Якову завидовать не будут. Даже если он взял кусок, который больше, чем 1 n с его точки зрения, все равно ему завидовать не будут. Более того, никому, кто взял кусок на первой стадии, никто завидовать не будет. Потому что все остальные либо отказались перед или дальше, либо до него обрезали, и, соответственно, итоговый кусок для них будет меньше, чем одна n. Для всех кроме того, кто его взял. А поскольку мы уже доказали, то свой кусок будет больше, чем одна n. Поэтому тому, кто взял кусок на первой стадии, никто завидовать не будет. Да? Может тот, кто сначала завидовал одинаковый кусок, значит, что второй кусок там больше, чем одна n. Да, да, правильно. Зато сам тот, кто получил кусок на первой стадии, может завидовать практически всем остальным. Потому что, с его точки зрения, он взял робот одну n, ну, скорее всего. Ну, и тогда просто очень трудно сделать, чтобы он не завидовал, потому что, скорее всего, все остальные, ну, по крайней мере, кто-то из остальных получил больше, чем одну n. Да? Да? Чтобы не завидовал, нужно, чтобы все остальные прям форму получили. А если там какие-то нервно верности есть, то самый первый взявший кусок будет кому-то из них завидовать. Вот. Ну и, значит, так и дальше будет, что никто не будет завидовать тому, кто взял кусок до него, зато можно завидовать почти всем, кто взял после него. Можно еще поговорить вот про что. А будут ли при таком правиле, при таком протоколе участники вести себя честно? Ну, фрис, конечно, не обязательно, но предположим следующее, что они ничего не знают про предпочтения друг друга, и при этом страшно боятся проиграть. То есть, они не будут предпринять никакие действия, которые могут привести к тому, что они получат меньше, чем 1 n. Да? Да? При первой, при первой повторении, ну, знаешь, как я не знаю, что она с первой почти способна. Кто-то другой делит на работу. Сейчас, еще раз. Допустим. Допустим. Допустим, первую, я вам сказали, разделена от 1 n. Да, 1 отреза от 1 n. Дальше. Все сами говорят, что мне не нравится, мне не нравится. Да. Вот находятся неспособны, то, что первый отрезан. Да. Е отрезать, кто-то... Нет, значит, если все сказали, все передали дальше, и Яков тоже отказался, то Алена является как раз последней, последней уменьшившей. Да, то есть уменьшение, это, в частности, первое. Ну, тогда, конечно, ведь уже борется. Ну, сначала Алена возьмет, сколько она отрезала, а вот дальше уже борис будет отрезать. В частности, если никто не обрезал до 1 n, и все передали дальше, то тогда Алена просто получит этот кусок. Это тоже часть вот этого правила. И это, между прочим, стимул не отрезать меньше 1 n. Да, если Алена вначале обрезала меньше 1 n, то может так получилось, что она это абсолютно получит. И она этого жутко боится, поэтому меньше чем 1 n она не будет отрезать. И точно так же все по дороге не будут отрезать, не будут уменьшать сильнее, чем до 1 n. Ну, если кто-то сильно отрезал, оставил там 2 крошечки, то он эти 2 крошечки может получить. Поэтому так действовать не будет. Но также надо еще объяснить, почему никто не будет отрезать больше, чем 1 n, или уменьшать не до 1 n, а сильнее. Ну, если, наоборот, слабее. Потому что последний кусок у нас не зацелился. Потому что... Нет, вот Алена отрезала не 1 n, а побольше. Значит, нет, в некоторый момент она должна будет отрезать чуть меньше. Тогда, да, смотрите, тогда следующие радостно скажут, что это хороший кусок. И может даже немножко его уменьшат, но могут уменьшить не до 1 n а Алены, а до чего-то побольше. То есть Алена отрезала вот так, вот из такой n, а остальные потом уменьшили его вот так вот до сюда. И кто этот кусок забрал? Алена его не получила. А получилось, что весь оставшийся кусок в игроках будет теперь меньше, чем 1 n для Алены. И дальше Ален может получить меньше, чем 1 n в итоге. Поэтому больше, чем 1 n, Ален тоже не будет обрезать. Ну и точно так же, да, точно так же, никто по дороге не будет менять вот это вот действие. Не будет место передачи дальше обрезать. Потому что тогда он может этот кусок получить и получить меньше, чем 1 n. И не будет место обрез передавать дальше. Потому что тогда точно так же кто-то может забрать больше, чем 1 n с точки зрения того, кто здесь усмотревал. И он в итоге сам же может проиграть. Поэтому если они ничего не знают во вкусу друг друга, то они будут действовать честно из эгоистических соображений. И это вот такая теоретико-игровая концепция. Да, вот есть такая наука теории игр. И там такие циничные люди работают, а они не верят в добрые качества людей. А думают, что надо, считают, что нужно разрабатывать такие правила игры, чтобы быть честным было выгодно. Ну и отчасти это оправданно, потому что честный человек всегда будет честным. А вот нечестный может быть нечестным, а может быть честным. И если ему выгодно быть честным, то он будет честным. Поэтому полезно, полезно такие правила игры разрабатывать. Есть ли какие-нибудь вопросы по вот этому катаколу?